Дружба народов Международный научный симпозиум Витактива ФИТА Подробности в материале наших корреспондентов Институт Восточной медицины Российского университета Дружбы народов совместно с выставочной компанией Мирэкспо провели в РУДН Международный научный симпозиум Витактива ФИТА РУДН с многочисленными международными связями и с большим авторитетом среди представителей зарубежных стран является идеальной площадкой на которой можно было бы сконцентрировать и создать базу данных по актуальным технологиям активного долголетия которые имеются не только в России но и во многих странах с помощью специалистов РУДН можно было бы оценить их значимость и защитив авторские права разработчиков и оценив коммерческую составляющую использовать эти технологии в гражданском обороте симпозиуме, посвященном фитотерапии перспективы инновации очень актуальны фитотерапия существует уже много лет тысячелетия но мало кто занимается вопросами профилактики фитотерапии как оздоровительная возможность при многих неинфекционных заболеваниях поэтому актуальность этой проблемы очень важна для населения как детей, так и взрослых особенно в пожилом возрасте это метод, который пришел к нам из глубины веков это часть и культурной нашей традиции и часть нашей современной медицины фитотерапия помогает нам справиться с многими заболеваниями и является компонентом тех средств которые помогают нам снять стресс после трудного рабочего дня фитотерапия это метод лечения различных заболеваний человека основанный на использовании лекарственных растений и комплексных препаратов из них в рамках симпозиума были представлены доклады и выставочная экспозиция по разным тематическим разделам таким как женьшень, амарант, кедр и многое другое использование лекарственных растений в выздоровлении человечества она была актуальна всегда тысячелетия но вот в последнее время у нас увлеклись синтетическими препаратами которые я как химик специалист фито производитель фито препаратов считаю, что это незаслуженно немножко забытое направление но во всем мире это направление возрождается и каждый год производство препаратов на основе лекарственных растений растет примерно на 40-60% Великий Авиаций на свое время сказал, что медицина сидит на треке это нож, слова и трава нож это наша вся хирургия слово это психология, психотерапия общение с больными и травы то, что Бог создал на природу все травы поэтому мы должны искать все препараты на природу и лечиться народными средствами то, что природный фактор к участию были приглашены ученые, специалисты, врачи всех направлений студенты, аспиранты и энтузиасты здорового образа жизни Анастасия Колесниченко Сергей Мартыненко Новости ТВ РУДН Студенты факультета гуманитарных и социальных наук приняли участие в традиционном конкурсе Мисс и Мистер Гумсотс 2017 Подробности далее Самые красивые, самые талантливые, самые умные, самые спортивные и артистичные студенты приняли участие в конкурсе Мисс и Мистер Гумсотс 2017 Концепция конкурса в этом году цирк Поэтому участникам нужно было показать все свои цирковые способности очаровать зрителей и жюри которые, в свою очередь, должны были определить победителя Мероприятие готовилось где-то с ноября месяца Ребята очень много старались очень серьезно к этому подошли Поэтому я думаю, что это очень высокий уровень в РУДН и надеюсь, все пройдет хорошо Конкурс проходил долго с упорством было много репетиций, было очень много стараний Все ребята очень старались Все конкурсанты достойны Желаю всем большой победы Серьезные спонсоры и не менее серьезные участники подарили зрителям много положительных эмоций заряд хорошего настроения и даже немного чуда Я вообще танцор очень много времени посвятил танцам и для меня данный конкурс просто показать свои таланты Опять же, это положительные эмоции Я люблю на сцене выступать люблю, когда смотрят ради аплодисментов, ради зрителей Серьезный настрой не помешал участникам получить от подготовки к конкурсу и самих выступлений огромное удовольствие На самом деле, я всех своих соперников держу как конкурентов но и одновременно дружу с ними то есть ссоры у нас нет в коллективе но я считаю, что дух конкуренции только повышает скажем так свои силы, свою уверенность и энергетику тоже передаст больше Конкурс Мисс и Мистер Гумсоц 2017 прошел на отлично а потому зрители с нетерпением ждут следующего года чтобы вновь насладиться грандиозным представлением или даже принять в нем участие Мои эмоции просто зашкаливают впечатления на высоте все было круто, феерично я получил более эмоций все, что я хотел Я до последнего была не уверена, что я смогу повторить всю хореографию дотянуть все ноты потому что первый танец, он сложный очень много эмоционально нужно выложиться там еще визитка нужно показать какая-то пятигрица и мне дыхания не хватало я думала, что я не смогу успеть еще и танцевать ну можно было бы и лучше но все, я получился на все 100% на все, что мог, вот все показал всегда придется в то, что выйти просто сделать это красиво как я училась, как меня учили, как я могу, да и я это сделала немало сил было потрачено немало сил, немало травм было заработано во время репетиции в общем, ух Я Мисс Гумсоц 2017 Я Мистер Гумсоц 2017 Екатерина Голайда, Сергей Мартыненко Новости ТВ РУДН Клуб веселых и находчивых принял в свои ряды новый состав задорных и талантливых ребят с подробностями Юлия Вовк Смех, веселье, море улыбок все это синонимы мероприятия под названием посвящение в КВН молодые, активные, находчивые а самое главное, веселые студенты университета собрались в одном месте чтобы пополнить состав а возможно, в будущем прийти на смену старой сборной КВНщиков Российского университета дружбы народов вообще все очень получилось спонтанно я вообще не собиралась играть в КВН на меня позвали я подумала, что это будет интересно и весело и подумала, почему бы нет хорошая же идея это мой второй опыт игры в КВН мы играли еще в школе но команда так получилось, что команда развалилась к сожалению и поэтому я решила, что если я поступаю в РДН то я просто обязана играть в КВН и я пришла сюда, я играю и я надеюсь, что этот сезон будет для нас очень удачным на посвящение в ряды КВНщиков собралось пять команд каждая из них показала себя с лучшей стороны ребята проявили креативность, смекалку, оригинальность в исполнении номеров у каждой была своя изюминка некоторые шутки молодых команд оказались достойной и высшей лиги на самом деле мне сегодня очень понравилось выступление новичков мы выступали хуже, когда начинали ну и мне так кажется и позорились гораздо больше поэтому ребята на самом деле молодцы особенно радует то, что они очень смело подходили некоторые ребята импровизировали на сцене это очень большой труд и значит они не боятся зрителя и не подведут, и не уронят флаг движения КВН Российского университета дружбы народов гости и болельщики также не остались в стране и приняли участие в игре задавая каверзные вопросы командам так ребята хорошие хорошо выступали мне мне понравилось прямо порадовали не ожидал поделились своими впечатлениями об игре и новых командах а также высказали пожелания новичкам опытные игроки сборной КВН РУДН я поздравляю всех, кто решил вступить в клуб веселых и находчивых Российского университета дружбы народов ребят, пожелания у меня к вам самое главное такое верьте в себя до конца не все сразу будет получаться будут ошибки, будут падения будут люди, которые будут вам говорить, что это не ваше, у вас не получится вам ничего не удастся не слушайте находите в этом какую-то внутреннюю мотивацию для себя была замечательная игра мы посмотрели на молодые команды и хотелось бы им пожелать ребята работоспособности больше работайте над собой верьте в свой материал уходите на сцену уверенно и конечно же ни пуха, ни пера Юлия Вовк, Илья Схасьянов новости ТВ РУДН на сегодня это все новости с вами была Анастасия Колесниченко до новых встреч Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова